Всем привет! В студенческие годы возле университета у нас была интересная забегаловка, там продавали вкуснейшие чебуреки. Недавно вспоминал те годы и решил повторить тот самый рецепт. Как оказалось, готовить их проще простого. По этому рецепту они получаются сочной начинкой и с хрустящей корочкой снаружи. Для начала замесим простое тесто. В кипяток добавляем соль и перемешиваем. Сюда же отправляем растительное масло и снова немножко перемешиваем. В емкость насыпаем муку и добавляем воду. И вот теперь замешиваем тесто. Сначала лопаткой, так как вода кипяток. Ну а затем продолжаем замешивать руками. Тесто получается одновременно и эластичной и довольно упругой. Ну а я напоминаю, что все громовки указаны в описании под видео. Получившееся тесто ставим в пакет и оставляем на полчаса. Тем временем подготовим начинку. Лук нарезаем на крупные куски. Мясо также нарезаем довольно-таки крупно. Идеальное сочтение мяса это 50 на 50 свинина и говядина. Но можно смело брать что-то одно. В блендер отправляем мясо с луком и измельчаем его. Только смотрите, не перебейте сильно. Лучше, когда в фарш попадаются крупные куски мяса. Так намного вкуснее. В измельченную начинку добавляем воду, соль и перец по вкусу. И хорошо все перемешиваем. Вода в фарше нужна для того, чтобы придать мясу сочность. Пока я подготавливаю начинку, вы можете подписаться на канал, чтобы не пропускать наши вкусные рецепты. По истечению полчаса берем наше тесто и формируем с него колбаску. Ее делим на 8 равных частей. С каждой части формируем шарики. И накрываем их мясевой пленкой, чтобы тесто не обветривалось. Ну а далее берем по одному шарику и раскатываем тесто так, чтобы оно почти просвещалось. Субтитры создавал DimaTorzok Вот посмотрите, какая у нас толщина. Буквально 1-1,5 мм получилась. Затем на одну сторону выкладываем нашу начинку. Буквально 1-1,5 ложки. И распределяем ее так, чтобы отступить от края примерно 1 см. Затем накрываем второй стороной. Далее пальцами защипываем тесто. После чего можно взять обычную тарелку, положить сверху и обрезать край ровно под нее, чтобы обстоять аккуратности нашему защипанному краю. Субтитры создавал DimaTorzok Если у вас зоркий глаз и не кривые руки, можно обойтись без тарелки и при этом просто обрезать ножом. Ну а если у вас много времени и вы все любите делать по феншую, то можно придать защипанному краю различные узоры. При этом либо пройтись просто вилкой, либо залепить тесто узором. Я думаю, что чебуреки можно наготовить впрок и их заморозить. После чего готовить как обычный полуфабрикат. Достали с морозилки, кинули на сковородку, разогрели и поели. Ну а вы не забывайте писать в комментариях, как думаете, что лучше, чебуреки или беляши? А далее обжарим чебуреки на хорошо разгоретой сковороде. При этом маслом наливаем так, чтобы оно покрывало дно. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Субтитры создавал DimaTorzok И помните, что в студенческих лет такое блюдо очень хорошо сочетается со стаканчиком томатного сока. Вот такие аппетитные чебуреки у нас получились. Ну а вы ставьте лайк, если вам нравятся наши рецепты. Ну а всем, кто решится приготовить, приятного вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok